Девушки отдыхают Некоторые заботы поручает и мужу. Например, покупку первых вещичек. Партнер проекта – магазин для будущих «Мам Миледи». Новое поступление стильной комфортной одежды для беременных женщин. Анатолий пришел в магазин во всеоружии со списком. Однако некоторые нюансы пришлось решать на месте. Например, фланелевых и ситцевых пеленок по списку должно быть одинаковое количество. Но продавец Вера выяснила, что дома учит и газиных жарко. А значит, тонких пеленок должно быть больше. Распашонок нужно пять повседневных и две красивых. Такие вот. Здесь варежки тоже есть. Любишь, не нам уже покупать. Анатолий решил выбрать те, что с рукавичками, чтобы малышка не царапала себя ноготками. Пуговкам и завязкам предпочел кнопки. На цвет повседневных внимания не заострял. Веселые расцветки и ладно. А вот кофточкам для поликлиники и гостей присмотрелся внимательнее. Что-то они придумают. Как только детей не запеленают. У меня вот этих вот, наверное, две. Беленькую и желтенькую. По плечам пойдет, да? По зренеру пойдет. Ползунков на резинке Лена заказала пять. Столько же на лямках. Однако они бывают тонкие и потеплее. Анатолий решил внести коррективы. Теплые парочку, может, если вдруг куда пойти. Кучка приданого для дочки стремительно растет. А список еще до половины не пройден. Что-нибудь красиво иметь для поликлиники. Вот такие вот есть платьицы на вашу красавицу и костюмчики. К этому костюмчику можно подобрать шапочку и пинеточки. Еще есть у нас ползуночки с кофточкой. И есть велюровый комбинезончик. Велюровом комбинезончике удобно то, что кнопочки внизу менять памперс. Анатолий не устоял перед нарядным костюмчиком. Он фабричный, отечественного производства. Впрочем, как и все в магазине «Березка». А чипец и пинетки – ручной работы. Также гардероб пополнился платьем и нарядным велюровым полукомбинезоном. Их в списке не было. Анатолий уверен, что жена возражать не будет. Вне списка и набор для Кристин. Впрочем, его можно использовать и для отмечания сматрин. Берем. Чепчиков Анатолий решил взять два. Такую внутрикотажную мы возьмем. Или вот такую лучше. На лединочке. Кокошник. Носки, говорят в интернете, малышам нужны больше для поддержания ползунков. Поэтому три пары хватит. Комплект на выписку. Современным родителям не нужно даже ленту покупать, не говоря уже об одежде, пеленках и красивых конвертах. Все есть в одном наборе. Анатолий выбрал самый нарядный, но, кстати, не самый дорогой. О, едва не забыли про боди. Это новое для Анатолия слово хорошо известно современным мамам. Кофточка, которая застегивается между ножек, а значит, спина малыша не будет голой. Многие мамы вообще покупают только их. Но Лена включила в список три штуки. На пробу. Стопки получаются солидные. Отмечаем, все, что выбрал Толя, из натуральных тканей и безопасно для детей. И вот мы уже в конце списка. Одеяло без пяти минут отец выбрал традиционно розовое. Очередь к полотенцам. Тут варежка идет сразу. Вот мочалка. А самое удобное, у полотенца есть капюшон. Мордочка киски покорила Анатолия. Продолжая банную тематику, передвигаемся в косметический отдел. Толя берет средства для купания. Крем, обычный подподгузник, влажные салфетки, а также порошок для стирки и даже пятновыводитель. Считаем. Если собирать приданное малышу с нуля, минимальные траты на одежду и сопутствующие товары обойдутся в 5500 рублей. Если брать все самое дорогое и не только необходимое, то потратите 10 830. Анатолий на цены внимания не обращал, выбирая то, что по вкусу. И брал не по списку, а для души. Его кошелек опустил на 8045 рублей. И очень порадовало будущего отца, что все нужное он смог купить в одном месте. В следующей серии снова увидимся с супругой Анатолия. Елена пройдет курс молодой матери. Научится обрабатывать пупок младенца, совершать гигиенические процедуры и пеленать. Получится ли у нее, узнаете скоро. Партнер проекта – детский развлекательный центр «Империя игр». В понедельник и во вторник 20% скидка на все развлечения. В среду всем папочкам плюс 140 рублей. На карту постоянного посетителя.